всем привет! это снова я, с вами Женька Бич! продолжаем с вами обзоры бичовых машин и не очень! и сегодня реально крутейший автомобиль будет в обзоре! это Lancer Evolution 6! на российском рынке было представлено в принципе все модификации шестерка, шестерка TME, шестерка TME RS1 и RS2, ну естественно у нас в Беларуси естественно ничего но в общем-то машина реально крутейшая! на сегодняшний день конечно выглядит для многих как каризма на дороге, да и многие наверно так не относятся, не ожидают от нее чего-то такого подобного естественно в салон такой достаточно бичевый! начнем вообще по самому порядку с самых таких простейших мелочей то есть если конечно найти такой автомобиль стоковый, ну владелец этого нашел такой! реально крутейший экземпляр в крутейшем состоянии! если получится запечатать вы получаете вроде бы каких-то там скромных 280 сил, которые реально в стоке но не едут! банально решить вопрос можно там пару бумажками там с изображением франклина, ну может не пару, может там чуть больше чем пару и за счет там впуска выпуска вы уже можете получить 380 лошадиных сил, которые уже реально едут! ну правда не без малого наверно на 9 турбине! дальше что еще добавляет? ну кроме тех 380 сил конечно же на сегодняшнее время это не такие большие цифры! но возьмем вот этот купе с весом этой машины 1300 килограмм! вы понимаете что получается! мощность вес просто космическая! если еще добавить то что это АВД! это просто ракета! она выпрыгивает с места! она выпрыгивает на ходу! все очень-очень круто! ну за исключением конечно только заднего спойлера, который в случае если вы больше светофорные там гонщики или там 100-200 вы получаете просто сзади парашют! потому что спойлер конечно тормозит машину просто нереально! во втором положении это приблизительно минус 10 градусов машина после 160 не разгоняется пологом вообще! то есть мы ее замеряли! причем мы замеряли ее скажем так достаточно такой морозный вечер! то есть соответственно ничего и не мешало реализовывать себя на сто процентов! скажем так по воздуху вот по топливу! 100-200 были совершенно печальные на спойлере! то есть при 380 силах там получалось по моему порядка 13 секунд! ну что конечно очень печально но опять же если спойлер убрать если все же машина такая больше попрыгать по рядам и поездить там с ребятами где-нибудь там по прямой то убрав спойлер мы получаем реально другие показатели! далее для тех что касается вот спойлера! те кто любят поездить не только прямо, а еще поездить там где скажем так эта машина должна ездить! а это повороты! вот это просто незаменимая вещь! она реально рабочая! это не просто какой-то там атрибут! я не знаю там для красоты! тут и есть регулировка положения и я читал даже такие статьи что проверяли эту машину в аэродинамической трубе и вот в третьем положении! это по-моему минус если не подводит память 17 градусов! вот на скорости 160 км в час машина просто начинает вибрировать! жопа загружается и естественно лобовое сопротивление вырастает! вот подъемная! потому что сила спереди также вырастает! но опять же тут все можно как бы за счет каких-то настроек нивелировать! ну естественно в гонках на каких-то таких затычных трассах! может быть в виде картодромов или еще что-нибудь! то есть получить реально крутые крутые показатели времени круга! теперь опустим вот эти все данные которые в принципе можно найти в сети и достаточно полно! я как бывший владелец такого автомобиля я владел им порядка трех лет! я расскажу что в этой машине на мой взгляд круто! что не круто! что мне не нравится и чего может быть мне не хватает! начнем в порядку! вообще я считаю что этот автомобиль вообще надежный как автомат калашникова! надежный! неприхотливый! совершенно! ну опять же! естественно если за ним смотрели какие-то вообще там рукожопы! то понятно он будет сыпать! но если просто за ним был должный уход! эта машина вообще никак себя не проявляет с точки зрения там ремонта! это банальные там то! у меня например за все время вылетела только ступица! ступица там! а ну и сами трапеция дворников там опять же смазали все и все стало здорово работать дальше и совершенно никак не волновать! то есть машина вообще никак себя не проявляла! у меня гудел редуктор! мы его разобрали! посмотрели пару! она была жирная! мы решили особо не заворачиваться! собрали обратно! вот так вот у меня гудел три года и я отдал другому владельцу! и наверное гудит до сих пор или не гудит! я не знаю! но смысл в том что вещи просто не ломаются! вот и вообще мне даже рекомендовал предыдущий владелец! просто говорил! это не моя машина! я рассказываю на примере своей такой же! то есть это по состоянию немножечко круче чем моя! раза таких из два! вот и мне предыдущий владелец говорил! да много мне кто говорил что на его езде не парься пока не отсыпят! отсыпят будешь делать! вот и все! далее что касается двигателя! двигателя кто бы там не говорили что там он там отливка у него там с какими-то там косяками и так далее там каналы где-то в любом случае двигатель также мега надежный! то есть своих 380 сил он просто переваривает идеально! ему вообще все равно! то есть там есть регламентная работа там по замену вкладышей и в любом случае все равно это все надежно! это все ходит! естественно если дальше уже мы будем идти за 380 сил! сейчас я буду рассказывать что может сразу сыпать! потом раздатка! 4 5 6 достаточно слабая и на большой мощности этот ресурс этот скажем так узел будет отсыпать! соответственно 380 уже проверено! он держит! он держит выпрыгивание! он держит! да вообще он все держит! то есть он много был со мной на наезде сделать трижды на нюрбург ринг! она была кучу раз на смоленске! я не скажу что я это пилот! но я буду рассказывать с точки зрения своего дилетантского взгляда! на самом деле все очень удобно! я же говорю за исключением того что бичевый салон! очень бичевый такой! вообще прям некоторые дорожутят салон-помойка! все остальное здесь реализовано максимально круто! это мозг который вообще легко поддается прошивкам! это вообще количество настроек которые вообще можно реализовывать этой машине! есть датчики боковых перегрузок и продольных там перегрузок! отсутствие под капотом всех этих трубок на антилак! то есть возможно отшить это все в мозге! там лифт ноу-шифт и так далее! то есть вообще все реализовывается быстро! просто только платить деньги! естественно вот эти жабры которые просто крутейшим образом влияют на охлаждение! теперь что не нравится! мне например с учетом даже при наличии даже в этом автомобиле охлаждение тормозов! мне в моем случае, ну может быть я рукожоп! этого не хватало! все равно на том же даже в моем кольце у меня диски начинало бить! тормоза даже покрашенные там специальной краской превращались из желтых в черные! тормоза вообще меня перегревались! начинали бить! не знаю чем это связано может быть! но тормозную систему я всегда обслуживал! в год я два по два-три раза перебирал полностью все все тормоза! то есть естественно полная разборка! пескоструй! все сальнички! манжетки! полностью штуцера! поршеньки при необходимости и так далее и тому подобное! вот естественно там всякие армированные шланги! единственное что здесь минус это есть ход самого ГТЦ! то есть он ходит вместе с моторным щитом! может быть из-за этого может еще что-нибудь! но факт в том что мне тормозов не хватало! при том что это четырех поршневые brembo 320 диски и по-моему если подводит память 32 миллиметра толщиной! охлаждение в шестерках было круто реализовано! оно было прям на направлено вот спереди прям на суппорта на диски! но в любом случае опять же повторюсь! мне этого не хватало! было не недостаточно! самому первому владельцу который притянул его из японии! не нравилось охлаждение! это родной радиатор! вот у меня стоял жирный! поэтому у меня с тем было попроще! но он был недоволен! поэтому наверное единственное еще такой небольшой минусок! что касается это именно этого охлаждения! но опять же тут есть масляный кулер и так далее! естественно остальные здесь в моменты они все реализованы! опять же на 5 с плюсом и доставлять неудобства не будут! немножечко наверное про то что было два варианта это аяк и так называемая блокировка как в народе говорят чугун или рс вот не блокировка а редуктор вот в этом именно реализован аяк! я еще не ездил на аяке ни в поворотах нигде! говорят прикольно катится! кто-то говорит что круче машина поворачивает его на рс-редукторе! здесь проблема бывает с аяком! с рс-редуктором таких проблем нет! с аяком есть! это то что может быть его не обслуживают! может быть опять же за счет того что находится в такой достаточно агрессивной среде и эта машина просто ездит по грязям там по снегам и так далее то есть очень часто он просто выходит из строя! принцип такой же как у гидравлики там у меня там на мчике там это стоит это прикольная информация! моторчик насос тот же гидроаккумулятор это все давление накачивается! он там нужное дает давление! все эти моторчики закисают там закоревают! там проблемы их разобрать! потом это все разбирается прочищается убирается! в общем проблема присутствует! в рс-редукторе такого нету! но опять же этот гидроаккур досмотрен и показывает себя максимально круто! но вообще на мой взгляд здесь самое слабое место! это если уже дальше начинать накручивать там вот это раздатка! но опять же 4 5 6 она стоит там копейки! я вот недавно товарищу отправлял другую страну вообще за кордон там не помню Нидерланды или куда! я ему вообще нашел за 100 или 150 долларов! то есть опять же ведро запчастей там есть всякие тюнингэва и так далее и тому подобное! там барахолки где за пару франклинов можно вообще купить даже не ведро! а пару ведро запчастей и вообще полностью обслужить свою машину! есть естественные варианты как бы на замену на более там сильные! мне там предлагали от 7 8 9 поставить! единственное что мне надо было переваривать не пояснение там крепления! поэтому я от этого варианта отказался! ездил на том что было и это благополучно пережила там три своих года пользования! по-моему порядка 50 тысяч километров! три Ньюрбургринга и в один из вообще посещения я проехал 26 кругов и вернулся сам домой своим ходом! и минус конечно это расход! и расход по трассе просто просто космос! то есть это реально минус! это кто там да она жесткая! то есть кому-то может не понравится такие длинные там перебежки там по полторы тысячи километров! на меня все устраивало! мой позвоночник выдерживал все на ура и машина отрабатывала себя полностью! на все потраченные на нее деньги! подведем такой кратенький итог! вот из того что я вообще сказал! это если вас устраивает 4 секунды до 100! 380 лошадиных сил под капотом! вы любите вообще поездить и не любите когда машина отсыпает! это это нужный вариант! естественно он конечно такой полубичевый! потому что цены за хорошие экземпляры сейчас равноценны! не знаю там какой-нибудь там n3 e92 и так далее! но это реально крутая! да еще эмоции автомобиль! который реально себя отработает! который... да и просто нету слов! динамика просто космическая! 3-й две дачи нажимаешь и тебя просто втягивает! это нереально круто! ну вообще я уже реально скучаю по этой машине! то есть таких м3 эмоций конечно не давит! ну по крайней мере моя м3 которая у меня сейчас! и вообще я не знаю что может говорить такое! она же легенькая! она прям подхватывает! там такой машина с яйцами! единственное что нельзя особо на ней конечно гасить! там есть проблемы с настройкой передовом на одной передаче! поэтому я ее не буду греха подальше эксплуатировать! я бы конечно забил бы болты ехал на своей! потому что я знаю что с ней ничего не будет! но опять же это чужая машина! я себе просто позволять такие! такие вообще не буду! ну вообще ни в коем образе! хотите шашковать шашкуйте! хотите гоняться прямо гоняйте! ну в общем хотите ехать на трыгни и едете на трыгни! все в одном! то есть ничего лишнего! единственное что конечно есть такой еще небольшой нюанс тут если очень быстро подкидывать передачи! сами эти так называемые бушинги, которые на тросах стоят переключение передач! они достаточно такой мягкой резиной! поэтому если прям очень быстро переключать передачи! бывает такое что не всегда передача залетает! это еще такой маленький нюансик! который опять же лечится очень просто! есть киты! можно не обязательно киты! можно изготовить самому на любой компании! перенести эти маленькие там назовем их сайлентблоки и заказать там из полиуретана например покрепче или вообще там да из чего угодно! вот ну а так по мне топчик! один из лучших автомобилей для для души, назовем так!